Прикоснуться к профессии. В Нарьинмаре продолжается очный этап регионального проекта «Билет в будущее». Накануне на базе Нинецкого аграрно-экономического техникума школьники выполняли задания по компетенциям поварское дело и социальная работа. На занятиях побывала и наша съемочная группа. Мы берем вот так вот этой стороной и делаем. Под руководством опытного преподавателя Нинецкого аграрно-экономического техникума шестиклассники готовят равиоли. Равиоли – это такой аналог на пасту с макаронами. Вот из теста, яйца и тесто. Как получается? Ну да, вот сказали, что оно будет такое вот жестковатое, надо будет подождать 10 минут, и оно станет эластичным. Вот такой вот комочек. Расскажи, почему ты решаешь не участвовать в деталке? Ну, меня позвала подруга, а так как я очень люблю покушать и вообще люблю еду, ну, я и решила поучаствовать. Кристина учится готовить уже не первый год. Вместе с подругами она три года посещает мастер-класс на базе техникума «Готовим с мамой». Поэтому основы кулинарии ей хорошо знакомы. В основном эти дети у нас принимают участие в мастер-классе «Готовим с мамой», который проходит у нас по субботам. В связи с карантином, конечно, мы уже давненько не проводили. Так что, когда мы их собирали для этих проб «Билет в будущее», они были очень рады опять побывать в нашей лаборатории. Каждый раз, когда они приходят в эту лабораторию, они понимают, что они будут узнавать что-то новое. Для них это не только игра и какие-то знания получения, для них это и общение. На занятиях по каждой компетенции присутствует по шесть человек. Такое количество участников позволяет педагогам уделять внимание каждому. Тем временем на соседней площадке старшеклассники городских школ осваивают навыки социальной работы. Цель мероприятия – это в первую очередь познакомить ребят с компетенцией, что такое социальная работа, с этой профессией, в чем ее особенности, как создавать эти проекты. Им необходимо создать социальный проект по оказанию помощи жителям района в период пандемии. Проект «Билет в будущее» состоит из нескольких этапов. Его основная цель – помочь школьникам определиться с будущей профессией. Для того, чтобы принять участие в так называемых пробах, ребятам нужно пройти онлайн хотя бы один тест на платформе проекта. После чего приступить к очным занятиям. В рамках проекта школьники смогут пройти 11 профессиональных проб в очном этапе, а в онлайн-формате доступны более 50 компетенций. Большим интересом пользуются детей онлайн-пробы по информационным компетенциям, таким как веб-дизайн, графический дизайн, эксплуатация беспилотных авиационных систем. В общем, всё, что связано с технологиями будущего. Следующими пробы пройдут по компетенции электромонтаж на базе профессионального училища. И четыре компетенции запланировано провести в социально-гуманитарном колледже. Проект «Билет в будущее» завершит свою работу в конце октября. Александра Литкова, Вадим Стасюк, Телеканал «Север».